Девушки отдыхают Мне сегодня немного грустно Я прочитала в Библии о том, как злые люди казнили Иисуса Христа Это очень печальная история Иисус умер, и его похоронили в пещере Мне так грустно, что я сейчас заплачу Здравствуй, Эля! Привет, дружок! Ой, дружок, это же наш старый знакомый, ангел-малыш Ты почему плачешь? Так ведь Иисус умер А ты что же, ничего не знаешь? Вот это да! Прежде чем плакать, надо было узнать, что было дальше А хочешь, я расскажу тебе и твоему другу продолжение этой истории? Хочу! Только ты должна мне пообещать, что немедленно прекратишь жлить слезы Смотри, скоро всю Библию промочишь! Эх, ладно, обещаю Отлично! Тогда устраивайтесь поудобнее и приготовьтесь услышать самую чудесную историю в мире! Ну что, готовы? Тогда я начинаю свой рассказ! После того, как Иисуса похоронили, возле гроба поставили вооруженную охрану В то время гробы были не такие, как сейчас Тогда это были каменные пещеры, вход в которые заваливали большим тяжелым камнем А зачем там нужна была охрана, да еще и вооруженная? Злые люди, которые распяли Иисуса, знали, что он обещал на третий день воскреснуть Но не верили в это Они думали, что ученики захотят украсть тело Господа, чтобы потом обмануть всех Поэтому поставили у входа охрану А что значит воскреснуть? Это значит ожить! Иисус, как и обещал, на третий день ожил Представляешь, какой всемогущий наш Бог! А как же вооруженные охранники? Разве может кто-нибудь помешать Богу, сделая то, что он хочет? Никто и никогда! Этой охране даже оружие не помогло! Наступил третий день Было раннее утро, когда вдруг задрожала земля Охранники, которые мило принимали у гроба, проснулись и замерли от страха! Они подумали, что ослепли! Почему? Когда тебе в глаза попадает солнечный зайчик Не сильно приятно, правда? Иногда несколько секунд ты ничего не видишь! А теперь представь, что в глаза охранникам направили сразу тысячи солнечных зайчиков! Бог что, любит пускать зайчиков? Хе-хе-хе! Вот смешная! Просто явился ангел Божий в ослепительно свекающей одежде! Она сияла, как солнце! Поэтому охранники подумали, что ослепли! Но когда они наконец-то снова стали видеть, то испугались еще больше! Что же их так испугало? Они увидели, как ангел подошел к гробу и одним щелчком пальца убрал камень от входа! А ведь для того, чтобы сдвинуть этот камень, надо было несколько очень сильных мужчин! Но это еще не все! Ангел сел сверху на камень и стал с интересом рассматривать насмерть перепуганную охрану! Этого охранники уже не могли выдержать! Они побросали оружие и с громкими воплями бросились на утек! Чудеса! Насколько же великий силен наш Бог, если всего один его ангел может разогнать целый отряд охраны! Но что же было дальше? Утром этого же дня Мария Магдалина и еще одна Мария пришли, чтобы посмотреть гроб! И вдруг они увидели ангела! Они, наверное, тоже очень сильно испугались! Да! Но ангел сказал им, «Не бойтесь! Я послан, чтобы сообщить вам радостную новость!» Иисуса здесь нет! Он воскрес! Посмотрите сами! И пойдите, скорее скажите ученикам Иисуса, что Он воскрес из мертвых! Вот это да! Они, наверное, не пошли, а просто побежали! Ведь это действительно радостная новость! Конечно! Ведь ты тоже бежишь со всех ног к своим друзьям, когда хочешь сообщить что-то очень хорошее! А в это время охранники наконец добрались до Гуада! Они пришли к людям, казнившим Иисуса, и рассказали обо всем, что видели! Но злые люди хорошо заплатили охранникам и приказали! Говорите всем, что ночью, когда вы спали, пришли ученики и украли Иисуса! Но ведь это же не честно! К сожалению, люди иногда за деньги готовы на любую подлость! Многие сегодня не верят в то, что Иисус воскрес! Жаль! Послушай, Эля, и ты, дружок, а ведь вы можете поступить так же, как поступили ученики, когда узнали обо всем, что случилось! Знаете, что они сделали? Они пошли ко всем своим друзьям, родственникам и знакомым, и сообщили им радостную весть о том, что Иисус живой! Здорово! Я обязательно так и сделаю! А как ты, дружок? Почему я сегодня такой веселый? Почему счастливый, как никогда? Пусть знают все во дворе и в школе, сегодня праздник паста пришла! А я пою, потому что из мертвых воскрес мой лучший друг, спустившийся с небес, его распяли на кресте, а он снова живой! И нас всегда останется со мной! А если бы Христос не воскрес, нам бы, наверное, не было здесь, и мы для вас не пели эту песню, и жить бы было неинтересно! А я пою, потому что из мертвых воскрес мой лучший друг, спустившийся с небес, его распяли на кресте, а он, снова живой, и навсегда останется со мной! Дружок, а я прощаюсь с тобой! И знай, что я всегда рада встрече в нашем маленьком дворике! Мой адрес Эллен Дворик Почтовый индекс Очень простой 1, 2, 3, 4, 8, 1 Город Москва Абонентский ящик Сорок, один Сорок, один Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...